Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши зрители! Мы рады видеть каждого из вас на нашей программе «Этот день с Богом», в которой мы проведем несколько минут за чтением текста из Священного Писания, за духовным размышлянием, и вместе в конце помолимся. Для того, чтобы настроиться сегодня и провести весь этот день вместе с Богом. Сыновство. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Когда грех Адама вверг человечества в пучину безысходной скорби, Бог мог порвать падшими существами. Он мог поступить с ними, как того заслуживают грешники. Он мог повелеть небесным ангелам и злить на мир чаши своего гнева. Он мог уничтожить это темное пятно в своей вселенной. Но Он не сделал этого. Вместо того, чтобы прогнать падших с глаз долой, Он еще больше сблизился с ними. Он отдал Своего Сына, чтобы Тот стал костью от кости, плотью от плоти нашей. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Христос, Сам став Человеком, приблизил людей к Богу. Он облег Свою Божественную природу в человеческое естество и показал всей Вселенной, всем непадшим мирам, как Бог любит сыновей и дочерей человеческих. Дар Божий человеку не поддается измерению. Бог отдал все, что у него было. Он не допустил бы, чтобы кто-нибудь сказал, что можно было сделать больше, и ведь людям больше любви. В даре Христа Он отдал все небо. Божьими детьми мы не становимся сами по себе. Только принявшим Христа как личного Спасителя дана власть стать сыновьями и дочерьми Бога. Грешник не способен собственными усилиями избавиться от греха. Всем верующим во имя Его дано обетование усыновления. Всякий, приходящий к Иисусу с верой, получит прощение. Бог должен был открыться во Христе и таким образом примирить с собой мир. Человек так осквернился грехом, что сам по себе никоим образом не мог примириться с тем, кто чист и благ по своей природе. Но Христос, искупив человека из-под осуждения закона, объединил божественную силу с человеческими усилиями. Таким образом, через раскаяние перед Богом и веру во Христа, падшие дети Адама могут снова обрести право называться детьми Божьими. Когда душа принимает Христа, она получает и силу, чтобы жить жизнью Христа. И вновь удивительные слова из Священного Писания о том, что Господь желает назвать нас Своими детьми. Это Он первый, кто сделал шаг навстречу нам. Это Он отдал все, что у Него было для того, чтобы примирить падшее человечество с собой. И сегодня у каждого из нас есть возможность открыть свое сердце, принять его в свое сердце и позволить Ему изменять нас изнутри. Помолимся. Господь, Ты протянул нам Свою руку, Ты открыл нам дверь, Ты дал нам возможности для того, чтобы мы могли обрести мир с Тобой. Ты отдал все, Господи, и мы Тебя за это благодарим. Дай же нам отдать Тебе тоже все, всю свою жизнь и стать Твоими сыновьями и дочерьми. Аминь.